Ну что ж, ребят, небольшой перерыв окончен, и давайте продолжим Рю Гаготов 7. Надеюсь, у вас там всё хорошо. Привет всем, тот люд подошёл, и вперёд. Так, давайте продолжим сюжет. По сюжету нам нужно пойти в Хэйян Рю, где нам нужно встретиться с кем-то, по словам Сон Хи. Ну, давайте посмотрим, с кем мы там встретимся. Надеюсь, мы получим кое-какие объяснения. И с Намбой пока что непонятно, где он, пока что ищем. Однако, походу, тут скоро и политика будет вовлечена. Ну, неудивительно, так что будет весело, походу. Вперёд, приятного просмотра. Если какие-то проблемы, пишите в чате. Хэйян Рю? Выглядит как действительно... Дорогое место. Она что, решила нас угостить ужином, что ли? Если ты пришёл сюда поесть, то с точки зрения дресс-кода ты не подходишь. А? Почему? Помимо прочего, возле входа написано «Никаких якутц». Или кто-то, кто раньше состоял в якутцах. Ма-жи-ка? Серьёзно? Да шучу, конечно. Шучу. Кроме того, мы не пришли сюда поужинать. Я просто обычно не прихожу в таких местах, так что не дразни меня. Слушай, а что насчёт меня? Я-то выгляжу подходящий. Ну... Похуже, чем Мичибан, я бы сказала. Ну да, конечно. Похоже, мне придётся пойти и переодеться, и вернуться. Я же сказала, мы не пришли сюда для того, чтобы поужинать. Ладно, пошли внутрь, посмотрим, что к чему. Да, Сатян классная. Это действительно тут? Что-то никого не видно. Да не говори таким жутким голосом. Тебе что, страшно? Ты же бывший детектив. Но за последние несколько лет я был инструктором по вождению. А Дачи-сан, вам страшно? Вы не были раньше в дорогих заведениях, что ли? Ну, типа того. Обычно я бывал только в обычных фестаранах. Чего? Да хватит этого бреда, простите. Вы прибыли вовремя. Однако... Все внутри уже заждались вас. Я не опоздал, так что извиняться не буду. Ну, конечно. Вам не нужно извиняться передо мною. Однако... Я хотел сказать вам, что эти... Что вы заставили этих людей ждать. Этих людей? Кто они? Ну же, пожалуйста, сюда. И не нужно ни о чем беспокоиться, Касуга-сан. Сейчас это место не опасно. Я, Хан Джуньи, уверяю вас. Совсем недавно ты тыкал пистолетом у нас. Так что я не могу довериться тебе. Это место находится за пределами местной стены. И здесь другие обстоятельства. Понимаете? Пойдите. Это голос Сонхи. Верно. Я, Касуга-кун. Как, бодрячком? Чё? А ещё? Чё? Что? Кто ты, дедушка? Тихо. Это Хошино Рюхей. Председатель клана Сей Рю. А? То есть, другими словами, эти трое? Да. Ижин-сан. Верхушка. Ижин-сан. Все собрались. Прямо тут. Касуга. Какого чёрта здесь происходит? Хороший вопрос. Так, ладно. Походу, нас действительно ждёт что-то весёлое. Так, сохранись в другом слоте. На всех случаях вперёд. Идём сразу к следующей главе. Я ждал, что она так быстро кончится. Глава восьмая. Другая сторона, или по ту сторону? Пожалуйста, входите. Эй, разве они не враждовали друг с другом? Ну, эти люди. Да, именно. Мы встретились в неожиданном месте, председатель Хошино. Казалось, что вы на пороге войны. Однако вы все тут, будто в другом мире находитесь. Все мы трое. Один раз в году встречаемся тут для поддержки баланса мясной стены. И если есть необходимости обмена информации, или обсудить какие-либо дела. Прямо сейчас ваши люди приливают кровь. Разве вы не должны это остановить? Двое молодых парней из клана Сэйрю были застрелены. И это сподвигло наших людей начать нападение на Ханпинь-Рюман. И это уже не так легко остановить. Тот, кто отступит со первым, потеряет своё лицо. Мы не можем остановиться без уважительной причины. Совершенно верно. Мы то же самое. Понятно. Тогда, что вы тут делаете? Играете в карты, чтобы решить, кто победит в этой войне? А эта идея хороша! Да заткнись ты! Пошли вы к чёрту! Люди там умирают! Знают ли ваши люди, что вы тут сидите и мило беседуете? Нет, не знаю. Совесть у вас вообще есть? Касуга. Не нужно лаять на нас, не зная, какова ситуация. Да, но... Председатель. Такаба находится в плену, чё? В плену? Однако мы обращаемся с капитаном, вежливо и гостеприимно. И я его собираюсь немедленно освободить, как только будет такая возможность. И значит сейчас вы будете продолжать сидеть здесь и просто говорить? Совершенно верно. Да, но если всё так продолжится, будут больше жертв. Вот почему мы трое должны быть в состоянии холодной войны. Только так мы сможем держать под контроль друг друга, и никто не сможет начать своё нападение. Баланс между тремя силами не допускает какие-либо нападения извне. Япония также перешла от диктатуры к разделению власти на три ветви. Это самый мощный баланс, что можно создать. Как хорошо подходят этому миру. Понимаешь? Вы сейчас говорите про послево... послевоенную историю страны? А? А? Чё? В чём дело? Да, именно. После войны... И было положено начало рождение трёх сил. После войны начался бум на чёрном рынке, и клан Сейрю смог подняться за счёт этого. В результате, они стали основателями в Ичинчо. В то время, две китайские силы боролись за господство в китайском квартале Йокохама. И победитель в итоге взял в Сейруке китайский квартал. А те, что проиграли... Они также стали известны, как Ханьпинь Рюман. И Ханьпинь Рюман были вынуждены переехать в Ичинчо, в поисках места для жизни. Но клан Сейрю ни за что не хотел принять чужаков, что приехали сюда. Много крови было пролито между Ханьпинь Рюман и кланом Сейрю. Это урок истории ещё долго будет продолжаться, прежде чем перейдём к сути? Тебе что, скучно? Увы, из истории прошлого мы не сможем поговорить об этом. Это фальшивая купюра, которая была у тебя, Касуга. Клан Сейрю знал об этом? Да. Все фальшивые деньги из Кумиджо отправлялись ко мне. Ну, тогда клан Сейрю контролировал всё это? В смысле? Ну, Мабучи печатал фальшивые юани. Но всё началось в фальшивых генах? И те, кто печатали гены, это Кумиджо, в то время как Ханьпинь Рюман импортировали бумагу для этих денег. Однако те, кто собирали их в итоге, был клан Сейрю... Вы все тут в сговоре? Касуга! О, ну не спеши с выводами и успокойся. Успокоиться, да я тут уже вне себя. Сначала меня приняли за членом... за члена клана Сейрю, а потом использовали как спусковой крючок для начала войны. Кроме того, нам бы могли убить. И потом, мне внезапно приводят на встречу с главами Иджинчо. Как я могу быть спокойным? Вот блин. Тогда клан Сейрю получает больше всего прибыли. Эти фальшивые гены не идут к нам, не остаются у нас, а отправляются напрямую в карманку Огикуба. Огикубо Ютака? Ранее я видел статью. Он высокопоставленный политик демократической либеральной партии. Значит, вы все вместе поддерживаете Огикуба? Огикубо? Зачем? Это связано с историей этого места. Э? Это случилось 60 лет назад. Тот, кто предложил печатать фальшивки в Иджинчо, был Огикубо. Он предложил это главам Сейрю и Ханпин Рюман. Политик предложил печатать фальшивки? Причем к клану Сейрю и Ханпин Рюман? Для чего? Огикубо тогда был только членом городского совета. Но этот человек, увидев клан Сейрю, который первые поселились в Иджинчо, и потом Ханпин Рюман, которые приехали сюда же, и они начали бороться за ограниченную территорию, и он думал, что делать с этим? Как можно остановить эту борьбу, спасти кучу семей от гибели? И, размышляя над этим, он пришел к выводу, что... Печатать поддельные деньги, верно? Верно. Огикубо для того, чтобы дать им общее дело, разделил работу между группировками для производства фальшивок. Ханпин Рюман доставлял бумагу из Китая, в то время как клан Сейрю должны были позаботиться о печатании и транспортировке этих денег. И методы изготовления фальшивок также... был предоставлен Огикубо? Верно. Огикубо считал, что это необходимо для поддержки мира в Иджинчо. И он использовал все свои связи, что мог, чтобы найти оригинальный рецепт для этих купюр. И нашел. Хотя, вспоминая о фальшивке того времени, были не без изъянов. Однако сейчас они просто идеальны. И Огикубо использовал эти деньги, чтобы подкупить здешнюю полицию. В полицию? Разве эти деньги не были для клана Сейрю и Ханпин Рюман? Он знал, что нашу борьбу лишь деньгами надолго полностью не остановить. Огикубо понимал это очень хорошо. Вот как. Тогда... Зачем он подкупал полицию? Его цель была манипулировать полиции по своему желанию. Они теряли свою честь и честность, когда брали эти взятки. И потом они делали все, что говорил им Огикубо. И Огикубо приказал им сосредоточить свои силы в Вичинчо. Тем самым он повысил общественную безопасность. Повысил общественную безопасность? Разве это не хорошо? За счет фальшивых денег, это было не только для общественной безопасности, а для того, чтобы если Куан Сейрю попытается выгнать Ханпин Рюман из этого района, полиция немедленно сделала бы все, чтобы остановить волнение. Другими словами, Огикубо создал место без борьбы. Понятно. Но за такое Ханпин Рюман были бы ему благодарны. Ты быстро сватываешь. В результате, этот район стал серой зоной Иичинчо. С учетом того, что сражения прекратились, Ханпин Рюман наконец-то смогли поселиться в этом районе. Да, но клан Сейрю разве просто так их принял? Ханпин Рюман получили землю на халяву, да еще и доход. Верно, но Сейрю с фальшивыми деньгами смогли обеспечить постоянную прибыль и заработали кучу денег в итоге. Но это еще не все. Даже если кто-то из клана сделал что-то незаконное, он легко мог это уладить, сказав лишь слово Огикубо. И никому больше не приходилось терять людей из-за борьбы с Ханпин Рюман. Другими словами, Сейрю также был в выигрыше и не потерял лицо. Огикубо действительно необычный человек. В некотором смысле он оказался очень способным политиком. Теперь вы понимаете, что сделал Огикубо. И нам он тоже помог. В 80-х Коми Джул получила помощь от Серой Зоны. Э? Мы родом из группировки, известная как Джин Гон. Точнее, фракция Джин Гон. Например, он был двойником лидером Джин Гон до недавних пор. Джин Гон были уничтожены другим кланом, а вы уже выжившие прибыли сюда, в Ижинчо. Я пришла сюда с мамой, когда была еще маленькой. Для нас, тех, что были мишенями для других кланов, Ижинчо было местом, где можно было спрятаться и быть в безопасности. По мере того, как к нам приходили новые члены, мы становились все больше и укреплялись тут. Но будучи только в безопасности, мы не могли выжить. По мере того, как мы росли, проблемы с Ханпинь-Рюман тоже становились все больше и больше. И это привело к войне против Ханпинь-Рюман? Нет. До того, как это случилось, Уги Кубо сделал свой ход. И сделал нам предложение. Взять на себя опечатание подельных фальшивых денег у клана Сэйрю, местное для жизни и гарантированный доход. У нас не было причин отклонить это предложение. И нам также сказали, чтобы мы позаботились о том, чтобы этот секрет не был слит. Вот почему мы сделали систему наблюдения в Ижинчо. Тем самым, Ханпинь-Рюман и Коми-Джуал стали частью, важной частью этого плана. И таким образом появился Ижинсан. Это так? С тех пор, мы долгое время сотрудничали с Уги Кубо. Уги Кубо использовал бесконечный поток денег из Ижинчо, чтобы стать генеральным секретарем демократической и либеральной партии. И никто в кабинете министров не мог конкурировать с ним. Понятно. На таком историческом фоне он смог построить порядок и предложить людям процветание. Но вот я не знаю. Этот порядок стал возможным благодаря использованию фальшивых денег. Что? Ты хочешь сказать, что цель не оправдывает средства? Тогда... Как насчет полиции? После войны в Японии полиция и якутза работали вместе. Как ты это объяснишь? Свет и тьма, каждая сторона была использована, дабы создать то будущее, что мы имеем сейчас. Пользуя от этого факта, вряд ли вы можете отрицать. Ну это... Как бы... Да. Сейчас не время говорить об этом. Венстойчиво. То, что вы только что рассказывали, это прошлое... Ижинчо. Но то, что нас сейчас беспокоит, это будущее. Почему вы привели нас сюда? Что вы хотите от нас? Хм. Нужно же побыстрее перейти к сути дела. Касательно Нанбе, и что с ним будет. Твой друг, Касу Гакон, Нанба проник под прикрытием в город, чтобы найти своего пропавшего брата. Он думал, что если узнает больше про фальшивых деньгах, это поможет ему найти своего брата, который расследовал это дело. И начал копать под... Так что изначально Нанба имел обиду против Ижин-сан. Но, к сожалению, Нанба, после того, как увидел все напечатание большевых денег, исчез без следа. Нанбе нужно закрыть рот, раз и навсегда. И что именно вы от нас хотите? Если я вас попрошу, ничего не делай с ним. Вы же не отпустите Нанбу просто так. При нормальных обстоятельствах мы бы уже вас убили. Но я знаю человека, что дал тебе эту фальшивую купюру. У меня есть. Э? Что это? Чего? Из этого человека я позволил вам жить. И рассказал все это. И кто же дал мне эту фальшивую купюру? Если ты действительно хочешь это знать, приведи Нанбу ко мне. Ты же сам. Привезти Нанчан? Да, но тогда вы его... Вот как. Касуга. Тогда я отказываюсь. Я не хочу получать данную информацию, предавая своего друга. Вы хотите еще что-то сказать? Если секрет большевых денег раскроется, мясная стена потеряет свою силу. И серая зона Ичинчо исчезнет навсегда. И это окажется проблемой для вас, верно? Какой бы не была мясная стена, но для людей, что находятся в бегах, это последнее безопасное место. Как вы уже... Наверное, сами поняли. Да, я слышал. Вижу, до тебя еще не дошло, что клан Тоджо и Алянс Оми не могут прийти сюда как раз таки из-за этого. Это означает, что люди, что скрываются от них, в безопасности здесь, в серой зоне, включая тебя, Касуга-кун. Э? После того, как тебя подстрелили в Камуро-чо, ты был в безопасности от Оми благодаря мясной стене. Понятно. Вот оно как. Значит, вы пытаетесь сказать, что я в долгу перед этим городом? просто ты выглядел так, как будто тебе все равно. Поэтому я хотел просто тебе напомнить. Срань. Но я все равно не могу предать своего друга. Да подожди. Прежде чем отказываться, я скажу тебе еще одну важную вещь. Что же? Что же? Видишь ли, наши ребята не очень нежные в последнее время. Блюдок. Тогда останови их. Увы, это невозможно. Я полностью поддержал его убийство ради и Джинсан. Что будешь делать? Если ты не будешь действовать, намба умрет. Да, но вы все равно убьете гнамбу, если приведем сюда. Найдите намбу первым. Прежде чем его найдут убийцы Хампериуман. Даже если вы так говорите, мы не знаем, где он. В таком случае у меня есть зацепка. Так что решать тебе, Касу Гайчибан. В любом случае, сперва-наперва мы должны спасти намбу от этих убийц. 20 минут диалога беспрерывного. Сейчас вдохну. Да. Ну, надеюсь, все вам понятно. И как бы в целом стали ли некоторые вещи более понятны. Конечно, нам объяснили много чего важного. Так, ладно. Погнали дальше. Нужно найти намбу, пока не поздно. Касу Гакон, вы хотите узнать, где находится Ананба? А ты его нашел? Нет. Нет, как я уже сказал, у меня есть просто кое-какие зацепки. А найти его еще надо. А, наверное... в данный момент Ханьперио Ман тоже ищет Нанбу. Так, где находится Ананба? Сдаться. Где находится Ананба? О! Ну и где находится Ананба? В данный момент нет никаких призраков, что он покинул Ижинчах. Система наблюдений Кумиджоу наблюдает за всеми выходами из города. И мы не смогли заметить Нанбу, как он покидал город. Тогда, может, он в полицию обратился? Нет, я сомневаюсь, что он пошел в полицию. В конце концов, скорее всего, Нанба Сан в курсе того, что Эйджин Сан находится в сговоре. Точнее, у них полиция в сговоре с полицией. И они берут взятки. Но в таком случае, ну, если бы я был Нанба, скорее всего, самое подходящее место, чтобы спрятаться, было бы Блич Джапан. Блич Джапан? Понятно. Есть вероятность, что они действительно могли бы предложить ему укрытие. как будто не было, Кумиджол уже отправила пару своих наблюдателей, чтобы они были на чеку и наблюдали за офисом Блич Джапан. Хоть присутствие Нанбы Сан еще не было подтверждено там, но есть вероятность, что он уже находится там и скрился и спрятан где-то. Что будем делать, Джапан? Если мы вернем Нанбу, что с ним будет? Ну, это не то, что я буду решать. Но, как минимум, если вы все оставите как есть, я уверен, что убийцы Ханьпенюмана найдут его первым. Это всего лишь вопрос времени. Эй, Косуга, сейчас не время думать головой. Нам просто нужно найти Нанбу как можно быстрее. Точка. Слушай, а где находится этот офис Блич Джапан? На улице Баща. Здание, что называется Кокурё. На втором этаже их офис находится. Окей, тогда вперед. Так. Ну, недалеко. Такси нету, так что придется пешком идти. Тогда вперед. Так, да, действительно. Сюжет начинает закручиваться. Некоторые моменты пока что вызывают вопросы, скажем так, но я надеюсь, что нам объяснят подробнее, почему так происходит и так далее. как минимум, понятно, что все три группы действительно в сговоре, и то, что нас не убивает, как раз таки из-за этой фальшивой купюры. потому что председатель клана Сейрио, как нам сказал, знает, кому эта купюра принадлежала изначально и кто ее нам дал. Ну, я думаю, тут можно сделать пару предположений. Ну, давайте дождемся уже, когда сама игра нам скажет. Так, кстати, сайдов ничего нету. Ну, отлично. Так, все активируем. Так, ну да, я думаю, сейчас мы доберемся до точки миссии и, наверное, закончим, потому что ну, я подустал. Все-таки такое большое количество диалогов. Хотя, на самом деле, посмотреть не так много диалогов было, сколько именно насколько длинное было вот это общение. так что да. Так что ладно, ребят, плюс уже время позднее, так что, наверное, будет лучше сегодня остановиться здесь. и продолжение следует. Увидимся на следующем стриме, где мы продолжим. Продолжим сюжет, пойдем спасать намбу и будем смотреть, как все будет разворачиваться дальше. Так что, спасибо за внимание, продолжение следует. . Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...